Здравствуйте и добро пожаловать вновь на знаменитую Томскую башню. Меня по-прежнему зовут Александр Лунев, я по-прежнему продолжаю потихонечку во дни в основном руки облагораживать этот памятник регионального значения. Но в последние недели я занят исключительно монотонной и скучной работой, связанной с внешними фасадами здания. Иногда прерываюсь на веселые приключения с канализацией, но об этом тоже расскажу чуть позже. А про фасады, если говорить более подробно, то несколько недель назад я пригласил промышленных альпинистов, которые на своих хитрых профессиональных подвесах сняли с башни всю старую обшивку вагонкой. Ну, точнее, от времени от этой вагонки практически ничего не осталось, была она страшная и убогая, почему-то розового цвета. Под этой вагонкой обнаружился старый брус, который выглядит вот таким вот образом. Он здорово потемнел от времени, от ветра, от влаги, в общем, то, что называется атмосферной эрозией. И в связи с этим моя работа сейчас заключается в том, что я чищу фасады болгаркой, с установленной на нее корт-щеткой, а потом пропитываю специальным веществом под названием биоперен. Ну, если быть конкретным и говорить о коммерческом наименовании, то вещество, с которым работаю я, называется перелакс. Это нужно для того, чтобы потом сруб не портился вновь от времени, от влаги, от ветра, и для того, чтобы в нем не заводились разнообразные паразиты, ну и плюс к этому возрастает огнеупорность. Вот, посмотрите, как сейчас выглядит фасад. Цвет совершенно другой, и я даже немного расстроен тем, что в скором времени вся эта красота будет спрятана под слоем утеплителя и новой вагонки, которой я зашью все фасады. Ну, вот это основная работа, которой я сейчас занимаюсь, и из восьми фасадов у меня на данный момент обработано пять. Сейчас будет момент монтажа, чтобы я перешел к рассказу о канализации. Надеюсь, что вы хорошо пережили монтаж и готовы к захватывающему рассказу о моих приключениях с канализацией. Вот эта яма, на краю которой я сейчас стою, здесь раньше был колодец, городской колодец канализации, в котором труба диаметром примерно 150 миллиметров, старая чугунная труба, делала поворот. Труба эта находится не на балансе у водоканала, поэтому заставить водоканал что-либо делать с этой трубой практически невозможно. Приходится все делать своими силами. Что мы имеем? Вот эта труба из детской спортивной школы. Сейчас идут каникулы, поэтому они не очень обильно мне сюда гадят, но, как выяснилось все предыдущие годы, из-за того, что следующая труба была сломана, фактически детская спортивная школа свои источные воды канализировала на мой участок. Вот эта труба ведет в город. И она идет совершенно не так, как это было показано на схемах у водоканала. Она, судя по направлению, упирается в особняк моих соседей. Вызывать профессиональную, большую промывочную машину для того, чтобы эту трубу прочистить, получалось чудовищно дорого, поэтому я соорудил вот такое вот странное сочетание. Это заглушка, в которую врезан штуцер для шланга, и уже в течение суток я прокачиваю через эту трубу большие объемы воды, о которой водоканал тоже, в общем-то, пока ничего не знает. В чем цель? Цель в том, чтобы вымыть из трубы стоящей в ней гравий. Вода изначально проходила через эту трубу, и можно сейчас эти два участка соединить друг с другом, для того, чтобы все работало, но постепенно труба заполнится и забьется, потому что где-то в середине в ней стоит гравий. Поэтому вот я прокачиваю воду. Результаты этого труда мы сейчас с вами увидим на крыльце СФТИ. Добро пожаловать на улицу Лыткина. Сейчас я нахожусь перед зданием СФТИ. Специально отошел немного в сторону, и вот там вы видите верхушку моей башни. Перед ней особняк моих соседей, и тут какое-то здание рядом с СФТИ. Как я понимаю, во время строительства особняка моих соседей они встретили трубу, но либо не придали ей значения, либо, может быть, ее частично разрушили, потому что этой трубы не было на планшетах городских коммуникаций, которые были в их распоряжении. Обвинять тут в чем-то моих соседей, в общем-то, бессмысленно. Хорошо, что, по крайней мере, сейчас вода проходит. Вы, может быть, уже сейчас слышите журчание. Я попробую спуститься вниз. Надеюсь, что у Гоупрошечки хватит возможности для того, чтобы вы увидели, что там происходит внизу. Вот это дно колодца, и вот это заканчивается моя труба, которую мы с вами видели, уходящая в грунт. За минувшие сутки я уже в несколько приходов вытащил из нее примерно ведро гравия, которое постепенно вымывается. Вот там толстая труба на дне, это уже магистраль диаметром около 200 мм, и она уже находится на балансе, легальная, официальная. Моя главная задача, чтобы мои источные воды и источные воды детской спортивной школы в полном объеме доходили вот до этой точки. И я очень надеюсь, что примерно через сутки, когда я отключу прокачку воды, все так и получится. В любом случае, я обязательно вам об этом расскажу. Спасибо за внимание.